Лицы. И сегодня в нашей студии те, кто имеет прямое отношение к этому мероприятию, и, в общем-то, лучшие представители киномании из 68 участников, из 10 улусов. Поэтому я с радостью представляю своих гостей. Богдан Гермогинов, куратор-наставник юных талантов, студент Якутского колледжа культуры и искусств, фото- и видеотворчества. Такое у вас направление. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Дарья Александровская, режиссер фильма «Победитель оскованные сердца», ученица 31-й школы 11-го В-класса. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Марк Кокорин, победитель в номинации «Лучший оператор», ученик школы 5-й, 9-й В-класса. Марк, добрый день. Здравствуйте. И Софья Никишина, победитель в номинации «Лучший второй режиссер» фильм «Сияй», ученица 10-го В-класса школы 21-й. Софья, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас, что вы пришли сегодня в нашу студию, украсили ее молодостью, красотой. Я, когда познакомилась с материалами кинофестиваля, была удивлена, что на то, чтобы снять фильм, было вам предоставлено всего три дня. И один день на монтаж. Но это какие-то олимпийские суровые такие условия. И как за это время вам удалось создать вот такие картины, которые еще и потом стали победителями. Ну, я не знаю, почему-то я смотрю вот больше на Дарью. Может быть, мы с вас, Дарья, начнем, хотя бы планировали с вашего наставника. Ну, не против. Я потом передам тебе слово. Хорошо. Супер. По поводу фильмов. Это было очень сложно. Я на киномане вообще была впервые. Я о ней очень мало слышала. То есть я пришла и вообще не понимала, что происходит. И я вообще не планировала быть режиссером. Я думала, что я буду актером, все будет замечательно, потому что я планирую поступать на эту профессию. А тут мне говорят, Даша, ты режиссер. Я в шоке. А как так? Подождите. Я думала, что вы уже определились со своей профессией будущей, что у вас есть какой-то, не знаю, там, кружок, вот, где вы этим занимаетесь. А вы, получается, просто из школы вам сказали, приходите и участвуйте, и мы вас назначим режиссером и актерами. Ну, проходил конкурсный отбор, где надо было записать визитку на... Был ответ на вопрос. Мой любимый жанр и почему он важен. И также письмо, как кино, поменяло мою жизнь. То есть до и после. Вот. Ну и поэтому отбирали ребят. Некоторые, к сожалению, они остались дома. Их не позвали. Ну вот теперь, когда вы лучший режиссер, ваш фильм занял первое место. Фильм называется «Скованные сердца». Может быть, вкратце расскажете, о чем вы и почему вы взяли эту тему. Ну, звучит как-то интригующе. Ну, это такой лёгкий фильм на самом деле. Он про сестёр, которые приехали в лагерь для подготовки к экзаменам. И младшие замечают там красивого парня. То есть у них начинается химия, но семье это не нравится. То есть сестра это увидела, она жаловалась маме. И, естественно, против, потому что любовь может помешать сдаче экзаменов. Ну, Ромео и Джульетта сюжетка практически. Ну, да, можно так назвать. Вечная, вечная. Ну, конечно, о чём ещё снимать в вашем возрасте, как не о первой любви? Вот. А почему именно эта идея? Ну, изначально у нас был вообще детектив. Но у нас была дата защита наших сценариев. И нам сказали, нет, вот меняйте. Вообще нет. Вы... Ну, мы выбрали такое, что-то по типу американского кино. Это же всё сложно, замудрёно. Ну, то есть наши педагоги поднимали, что мы вообще-то не сможем снять. И мы решили, что надо категорически менять. Мы сидим, у нас мозговый штурм, и наш художник-постановщик. А давайте мы снимем мелодраму. Все поддержали эту идею. Ну, и вместе с сценаристом мы стали писать сюжет. Мне очень жаль, что у нас с вами только один блог. И мне хочется, чтобы высказался каждый из вас. Поэтому сейчас давайте мы перейдём к вашему наставнику. Да, спасибо. Богдан, скажите вообще какие-то свои впечатления об этом фестивале. Что это было для вас? Как вам работалось с вашей командой? Ну, этот фестиваль короткометражного кино в рамках образовательной смены «Киномания-2024» уже проходит уже третий раз. Тоже в Малой Академии наук. Сотрудничает с Парком будущих поколений и с Арктическим государством культуры и искусств. Вот. Ну, вот как раз таки вот в 2022 году я участвовал как участник. Вот тоже был, как Дарья, вот режиссёром. Вот тоже с ребятами сняли в течение 10 дней, сняли фильм. Ну, 10 дней было больше. Ну, в этом году тоже 10 дней. Да? Ну, было 3 на прям снятие фильма, а был до этого пред-продакшн, то есть писался. Ну, уже легче. Вот тоже, как Дарья, вот, сталил лучший фильм, победили номинацию. Поздравляю вас. Ага, спасибо. А потом, как судьба этого фильма развивается, когда он становится победителем? Он идёт дальше на, вот, ваш, например, фильм. Пошёл дальше на какие-то фестивали? Ага, вот, помимо этого, вот, в Республике кино, вот, подали заявку, ну, там, ну, там, к сожалению, ничего не выиграли, но, вот, в 2023 году, вот, когда вот ребята тоже выиграли, да, им тоже там дали вот всякие там эти конкурсы, чтобы они тоже участвовали в других мероприятиях, вот, в принципе, всё. Марк, поделитесь вы своими впечатлениями, я конкретно вам какие-то вопросы не задаю, просто расскажите о своём участии в этом фестивале, о том, что вам запомнилось, потому что вдруг я задам какой-то вопрос, а вы что-то другое хотите сказать, говорите. Ну, было очень интересно, попадался в пиатерстве, хотел, конечно, другое что-то. А что вы хотели? Ну, актёром и режиссёром, но пошла на оператора. Ну, вам, наверное, тоже так сказали, такие предлагаемые условия, вы сказали, что будете оператором или вы выбрали? Ну, там было три выбора, у нас писали, как тест, типа, кем ты хочешь стать, и мы там разделились, ну, писали, то есть, кем ты хочешь. То есть, у вас больше получается, как бы, направление внутри вас к тому, чтобы быть оператором, да, когда вы проходите тест? Ну, да, такое. А, ну, вот даже помогает понять, получается, такое мероприятие, куда больше вот у тебя способностей, да, в какую сторону. Ну, это здорово же, иногда, правда, ты же не знаешь этого сам. Ну, да. Ну, а с другой стороны, интуитивно ты можешь чувствовать в себе какие-то таланты, которые тест не покажет. Наверное, такой тоже риск существует. Просто хотел почувствовать себя актером, а так, оператор тоже. Ну, смотрите, наверное, тест правильно относительно вас показал, потому что, ну, и относительно Дарьи и Софьи тоже, потому что вы же стали лучшими, вы лучший оператор. В номинации поздравляю вас. Спасибо. Софья, расскажите, вы второй режиссер, что это за режиссер? Вы луч в этой номинации победили. Так, начнем с того, что второй режиссер — это очень ответственная работа. Изначально я прям собиралась быть вторым режиссером, либо же режиссером. Также я думала, быть может, мне стать актрисой. И как раз-таки в своем фильме я тоже снималась, принимала участие как актриса. Вот. Второй режиссер — это контролер. То есть мы наблюдаем за всем, что происходит на съемочной площадке. Контролируем, говорим, как там чуть получше сделать что-то. Мы как бы помощники режиссера. Как продюсер. Нет? Или это другое? Ну, не совсем. Тут у нас больше работа с документацией. Вот. Получается, нам нужно было заполнять КПП, это календарно-постановочный план. Там прописаны сцены, которые нужно нам снять в день, реквизит, который нам понадобится в тот или иной день. И то есть, опираясь на этот план, мы снимали фильмы. Потом вызовные заполняли также. Это бумага, на которой расписано, во сколько должен прийти тот или иной цех. Допустим, актеры должны прийти в час, а гримеры — в 12 часов. Вот. А также в наши обязанности входило заполнение монтажных листов. Это листы, на которых приписана сцена, кадр, дубль. И получается, удачный он, неудачный. Вот. Что поможет монтажёру при монтаже. Очень много всего нужно сделать. Рома-режиссёр. Получается, вы организовываете вот этот самый процесс. Да. И такой боица закадровый, да, но от которого очень много зависит. Это ваш фильм «Сияя». Вы сказали, что вы там сыграли одну из ролей. О чём этот фильм и какая ваша роль? Моя роль «Девочка Мила» — это второстепенная роль, я бы так сказала. Вот. Она как бы очень тихая, более закрытая, чем главная героиня. В нашем фильме очень много лиц. Вот. Хочется сказать это. Получается, у вас как бы и вот второй режиссёр, да, вроде как режиссёр второго плана, и роль второго плана. Да. Но это очень важно. Иногда люди, которые за кадром, да, они, наоборот, определяют какой-то сюжет. Ну, вот второй режиссёр точно. Не будет сделано этой работы, да, не пойдёт и съёмка у первого режиссёра. А Марк, он оператор. Вы какого фильма из этих или другого? «Два берега надежды». Ну, у всех разные. Да. Получается, вы представляете, сейчас три фильма, да? Три фильма, которые были в одной из номинаций лучшими. Это «Скованные сердца», «Сияй» и «Два берега надежды». «Два берега надежды» такой спектакль шёл в русском драмтеатре. Или это не разные? А о чём фильм ваш, который... У нас романтика была, романтика-комедия. Как один студент приходит в университет и встречает любовь с первого взгляда. Ой, слушайте, ну у вас такая прямо... Вы о любви все фильмы сняли, да, о таком замечательном чувстве. Такие, ну, светлые получаются у вас картины. А в жизни уже испытывали это чувство? Уже влюблялись? Да. Да, было. Поэтому, наверное, играть было что, да? Расскажите, как вам жюри вашего фестиваля? Были ли у вас какие-то, может быть, опасения там? Или наоборот, это все милые, приятные люди, это те, кого вы ждали, авторитетные для вас? Или, может быть, вы хотели бы добавить в жюри кого-то, чтобы узнать мнение? Нет. А кто был в жюри, вы знаете, да? Да. Кто вас оценивал, расскажите. Из медиа-школы, там был уважаемый человек, имя не помню. А так, по словам он очень опытный, знает свое дело. Ну, жюри наверняка еще говорит какие-то слова, да, после того, как поставить свою оценку, да? Что вам запомнилось, что вам показалось ценным и полезным из того, что говорили люди, которые уже в этом мире имеют какой-то вес, какие-то знания, какой-то опыт? Что-то вы взяли для себя? Ну, я не помню, кто это говорил, ну, жюри было много, но кто-то из них сказал, что если мы сейчас проиграем, это не значит, что все, жизнь закончена, нельзя дальше снимать. Это можно, да, можно дальше развиваться. То есть это просто начало. И, ну, это мне подарило, так скажем, надежду. А какие у вас дальнейшие планы вот с этими наградами, с вашими уже снятыми фильмами? Что вы дальше будете с этим делать? Ну, пока никто не размышлял, наверное. Я размышляла. Буквально прям после киномании, вернее, на киномании самой, я поняла то, что мне очень нравится эта сфера, это направление. И, вероятно, ну, возможно, я как-то свяжу свою дальнейшую жизнь с этим, потому что я поняла то, что это здорово очень, и у меня получается. Да, самое главное, когда ты чувствуешь, что ты вот в том, где тебе важно быть и нужно быть, да, для чего ты. Я вообще не так давно для себя открыла наше якутское кино, мне очень нравится. Я была удивлена, что даже мне не мешает вот то, что есть титры, да, то есть я не понимаю языка. Вообще настолько меня это кино погрузило в себя, я сейчас наши якутские фильмы смотрю с удовольствием. Смотрите ли их вы, и если да, то какие фильмы вы бы выделили, каких режиссёров, может быть, вы назвали? Или пока для вас вы только ещё делаете вот шаг в этот мир якутского кино? Буквально после киномании я поняла то, что я хочу смотреть якутское кино, то, что оно очень сильно отличается от любых других, и оно светлое какое-то, оно какое-то особенное. И до этого я не смотрела якутское кино, признаюсь, и очень зря, и я хочу смотреть его, буду смотреть обязательно. Я хочу добавить, что я сама якутское кино начала смотреть недавно, и даже не из-за киномании. По числу случайности, у меня там педагог снимался, он также играет в русском театре, и я подумала, почему бы и нет. То есть мне также пугали эти титры, незнание якутского языка. Дмитрий Трофимов нет? Нет, Шумкин, он не так часто там играет. Вот, и мне так понравился фильм. Сейчас название «Зина и Лёха», может быть, кто-то знает. Это комедия, и я не знала, что и такие якутские фильмы, ну такие, как сказала Лиза, они светлые. Они такие яркие, скажем так, даже атмосферные. То есть, ну, московские фильмы, ну, мне уже по сравнению с якутскими не очень нравятся, они какие-то более в тёмных тонах. Даже если что-то сказочное, мне всё равно кажется, что якутское, оно больше улыбку вызывает. Да, я наоборот посмотрела эти фильмы, которые меня погрузили в какую-то вот темноту и рассказали о том, как на самом деле. То есть я, наоборот, посчитала, что они очень такие правдивые, настоящие. И вот этим они меня покорили. Там нету вот какой-то, как будто ты смотришь не фильм, а как будто ты заглядываешь вот в сегодняшнюю жизнь. Хотите поделиться ещё, может быть, вы, Марк Погдан, своими, или пойдём дальше? Можем почитать. По красной дорожке пройти. Какие ощущения? Я никогда, например, такого опыта не имела. Что вы чувствовали, когда вы шли по красной дорожке? То есть у вас прям такой кинофестиваль был по-настоящему, по-взрослому? Ну, конечно, у меня был случай, когда я мог пойти по красной дорожке, но я заболёл. А так ощущения невероятные. А что чувствуете? Расскажите, как это для вас? Радость такая. Все на тебя смотрят. Ну, всех я знал, конечно, но не описываем чувства. Как, девушки, вы режиссёры, актрисы? Ну, это было с первого волнения, вдруг ты как-то не так пойдёшь, там ещё что-то упадёшь вдруг, вдруг случится. Ну, а после, когда выходишь, думаешь, боже, как красиво, какая красивая. И вообще всё было так, не знаю, для меня это было впервые по красной дорожке пройти, и было непривычно как-то, и прям классно. Я хотела тоже, как и Даша, по красной дорожке впервые, и я чувствовала гордость, то, что мы, наконец-таки, отсняли свой фильм, и сейчас будем его предоставлять. Вот. Здорово. Я разделяю вашу радость и вашу гордость. Кто вас поддерживал во время такого всё-таки важного жизненного этапа? Кто за вас болел, и чьё мнение, когда вы работали, снимали, для вас было очень важным, может быть, таким определяющим? Может быть, это кто-то из друзей, может, это ваша семья, близкие люди, или... В первую очередь, мой куратор, Богдан. И мои друзья, прям, очень сильно молились за меня. Ну, тоже куратор, ну, её здесь нет, Ярославна. Привет! А ещё также был у нас педагог художников-постановщиков Алексей Александрович Радков. Да, замечательный человек. Он мало того, что, ну, оценивал наши идеи, помогал, он также помогал во время съёмок. Мы позвали его сняться на сводной сцене учителем, он такой, а давайте мы камеру сюда поставим, а давайте мы вот так вот сделаем. И его... Бережно так, да? Да, и его поддержка, она очень тоже помогла, просто потому что, когда мы монтировали фильмы, до шести утра сидели, он нам и чай принесёт, и поговорит с нами. Вообще, замечательный человек. Вот это так важно, когда есть рядом люди, которые о тебе могут позаботиться, да, спросить, вот, то есть без какой-то заносчивости, без высокомерия, а просто какую-то теплоту, да, проявить. Это, конечно, очень ценно. И в жизни, и в работе. Софья, как? Меня поддерживала моя семья, мои друзья, а также куратор Юлиан Иванов. Вот, спасибо ему большое, привет. Вот, и хотелось бы выделить организаторов, а именно Прохорова Ольга, Сергей Захарнюк, а также Радков Алексей. Им огромное спасибо, я их безумно люблю. Это безумно тёплые люди из Калининграда, вот, которые организовали как раз-таки киноманию для нас. Они нас поддерживали. Спасибо, кто вас вдохновлял, Богдан, или что-то вы, может быть, хотите добавить, что у вас ужас остается на минуту? Я тоже хочу добавить, но вот хочу сказать спасибо всем кураторам, то, что мы вместе сплотились, вместе поработали. Хочу сказать спасибо ребятам, вы действительно сняли очень хорошие фильмы. Хочу сказать организаторам спасибо, вот, организатору Парка будущих поколений Кучаровой Елене, вот, а также директор Парка будущих поколений Вадиму Гаврилевичу, вот, и, в принципе, а, ну, и Прохоровой Ольге, Сергею Э, Алексею Радкову и Сергею Захарнюку. Спасибо вам. Я вам хочу тоже сказать большое спасибо, я рада нашему знакомству. Николаю хочу сказать огромное спасибо. Фамилию скажите, потому что я боюсь неправильно назвать. Бага... Барамыгину. Барамыгин. Правильно, правильно. Спасибо большое, Николай, за организацию сегодняшнего эфира, за таких замечательных детей, подростков в нашей студии. Все-таки как прекрасна молодость, как она замечательна, у вас все впереди. Я вам желаю энергии, радости, любви, ресурса, и дерзайте, побеждайте, у вас все для этого есть. Дорогие друзья, мы скоро вернемся в эту студию, через буквально 4 минуты, и продолжим говорить о проектах, которые помогают реализоваться. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, продолжаем, и в нашей студии новый гость, я рада ее представить. Генеральный директор фонда «Единый ресурсный центр Якутии» Ольга Вешникова. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Говорить мы будем сегодня о том, чем занимается ваш центр, и чем вы можете сегодня гордиться. Ну и первый мой вопрос, зачем и кому нужен ваш центр? Хороший вопрос. Надо сказать, что наш центр, он нужен, мне кажется, всем жителям Якутии, и не только. И я расскажу, почему. Во-первых, наша целевая аудитория – это дети и подростки. Это лидеры местных сообществ, некоммерческие организации. И с недавнего времени к нам стали обращаться, и мы стали полезны для руководителей и сотрудников учреждений социальной сферы. Школы, музеи, библиотеки, социально-реабилитационные центры. Так что, мне кажется, мы полезны. Спасибо. А кто в ваш центр может прийти, зачем он может туда прийти, и, может быть, вы ждёте кого-то для какого-то более плодотворного сотрудничества? Да. К нам обращаются лидеры местных сообществ, активные граждане по вопросам, как открыть некоммерческую организацию, и как создать дело жизни. Очень много обращений по проектам. И, конечно, я считаю, что мы действительно центр социального проектирования. Мы учим упаковывать свои идеи в социальные проекты, привлекать на проекты ресурсы, отправлять на разного рода конкурсы. Ну и чтобы наши благополучатели, да, жизнь и качество жизни было выше, и мы участвовали в решении социальных проблем. И вот, например, такое направление, как всестороннее развитие детей и подростков. Кроме того, к нам могут прийти, да, люди, которые ищут партнёров, да, фандрайзинг так называемый, то есть привлечение ресурсов на социальные проекты. Это достаточно такая, мне кажется, актуальная тема. И это не всегда про гранты, это не всегда про субсидии. И в вашем вопросе кроется ответ про партнёрство. Очень важно выстраивать, мне кажется, в настоящее время точно такое межсекторальное партнёрство между представителями общества, представителями власти и бизнес-компаниями, и малым-средним предпринимательством в том числе. Вот в первом блоке у нас как раз были гости с фестиваля «Киномания». Это одно из мероприятий, которое создаётся благодаря вашему центру? Это мероприятие создаётся благодаря нашим партнёрам, я бы сказала, стратегическим партнёрам, таким как Целевой фонд будущих поколений, Малая академия наук, Парк будущих поколений. Мы все в партнёрстве создаём такую развивающую, всестороннюю поддерживающую среду для наших детей и подростков. И наш донор и партнёр Целевой фонд будущих поколений, кстати, объявил конкурс «Иносфера», в котором могут принять участие наши школы и учреждения доп. образования для создания инновационных центров для детей и молодёжи у нас в Якутии. И мы как раз обучаем сотрудников этих учреждений, как правильно разработать проект, как подать заявку, как отчитаться, реализовать – это очень важно, и как достигнуть качественных и количественных результатов. Вот смотрите, некоммерческая организация, некоммерческий проект, и деньги только – это грантовские, вот эти выигрыши, которые нужно за каждую копейку потом отчитаться. Зачем это людям нужно? Есть ли какая-то выгода финансовая в этом? Вроде бы как её нет. Тогда зачем? Да, я бы сказала, что мы не про бизнес, мы не про профит и не про прибыль. Но есть люди, у которых есть личная миссия, например, помочь людям в трудной жизненной ситуации. И чаще всего это как раз люди в некоммерческую организацию, они приходят через свою боль. Но не всегда. А что нас объединяет? Нас объединяет, как показала практика, это любовь, мечта и беда. И есть люди, которые не про предпринимательство, а про то, что они созрели для создания своего проекта. Они не могут оставаться в стороне, когда они видят, что кому-то нужна помощь. Они не могут оставаться в стороне, когда у нас есть вызовы, ну, такие как ковид, пожары, наводнения, СВО. И они не могут оставаться в стороне, когда это уже наставники, наши аксакалы вышли на пенсию, но они хотят и участвовать, разрабатывать проекты для развития детей. И им есть чем поделиться. И это как раз и есть некоммерческие, я бы назвала их общественно полезные проекты. И ресурсы – это не только гранты. И как раз в партнерстве вы можете найти человеческие ресурсы. Нам нужны эксперты, волонтеры. Нам нужны технологические ресурсы, СМИ. Очень здорово и правильно дружить с средствами массовой информации и уметь правильно вести свои паблики. Дальше нам нужны административные ресурсы в виде письма поддержки и администрации УЛУСа, Наслега. Нам нужна поддержка в виде материальной, в том числе не обязательно финансовой. Кто-то может предоставить для нашего проекта, так скажем, сейчас с вами виртуального, автомобиль, компьютерную технику и так далее. И иногда нам нужно просто выехать, повысить свой профессиональный уровень для того, чтобы оказывать волонтерскую, например, психологическую, психотерапевтическую помощь для людей, которые в этом нуждаются. Сейчас всё больше и больше обращений по этому поводу мы тоже видим. И я бы даже сказала, сейчас очень мне нравится, что такое движение, создание некоммерческого сектора в профессиональных сообществах. То есть врачи у нас стали создавать психологи, психотерапевты, педагоги, свои некоммерческие организации. И они продвигают те проекты, на которые средства сейчас в бюджете, например, нет. Или они инновационны. Вот тогда добро пожаловать к нам в некоммерческий сектор. Они тогда сами самостоятельно могут находить тех партнёров, которые их будут финансово поддерживать. А партнёров бы искать конкурсы, их очень много. Сейчас поддержка некоммерческих проектов, я считаю, у нас в стране, на территории республики, она беспрецедентная. И не использовать эти ресурсы, мне кажется, как-то даже неинтересно. Может быть, мы сегодня тогда расскажем о каких-то проектах, которые вы бы хотели выделить и обратить внимание на них. Да, и ещё чем занимается наш фонд, это грантовые конкурсы. Мы занимаемся грандмейкингом, так скажем, и для бизнес-компаний. Например, вот мы только закончили крупный грантовый конкурс с компанией «Полиметалл» в Тампонском, Верхоянском районе. Вот это пример, когда бизнес-компаний через конкурсы выделяет средства на поддержку некоммерческих проектов. Но и такие отдельные проекты, я бы хотела сказать, что мы ещё стали операторами грантового конкурса фонда «Тимченко». Это федеральный фонд, который объявил конкурс «Среда возможностей», как раз создание среды возможностей для детей и подростков на малых территориях. И мы с прошлого года операторы на всём Дальнем Востоке. То есть мы вышли за пределы уже нашего региона. И интересно, что на этот конкурс, кстати, пользуясь случаем, скажу, что конкурс идёт прямо сейчас, и он продлится до 7 ноября. И любая школа, но на малой территории, где жители у нас до 70 тысяч, да это практически вся Якутия, а школы, социально-реабилитационные центры, библиотеки, музеи, некоммерческие организации, родовые общины могут подать заявку на конкурс на портале фонда «Тимченко». А консультируем, методически сопровождаем, и как разработать заявку, это как раз вот к нам. И в прошлом году этот конкурс, он прошёл 12 победителей на всём Дальнем Востоке, 5 победителей в Якутии. И можно отметить, что в наших районах, ну, пример, вот агролаборатория, да, село Сымах, Мегино-Кангаласский район, когда в школе, в кабинете биологии создаётся с использованием новых агротехнологий, в гидропонике растут огурцы, салаты, дети выращивают другие растения. И самое главное в этом конкурсе – вовлечение родительского сообщества, местных жителей. Когда руководство школы пошло на то, чтобы, да, на такой эксперимент, он оказался удачным, и мы уже сейчас проверяем итоговый отчёт, и точно знаем, что этот проект будет продолжаться, и фонд «Тимченко» при истории успеха проекта продолжает финансировать три года проект. Поэтому, я думаю, заинтересуются наши слушатели и зрители. И вот этот проект, он инновационный, он исследовательский, профориентационный. Это вовлечение детей и родителей в одно сообщество, в одну среду. Ну и даже вот это наше зелёное растение зимой, я считаю, что он ещё и психотерапевтический. И когда мы защищали проекты конкурса во всей России, мы смотрели и отбирали лучшие, конечно, я говорила, что очень важно в наших школах, в наших учреждениях создавать такую среду, куда дети могут прийти летом и зимой, обратиться со своей радостью и бедой, найти поддержку, поддержку взрослых и создать своё сообщество. Есть примеры создания подростковых центров, театральные студии на базе школы, это вот Чимаяки, Мегиноконгаласский район, медиастудии очень пользуются. Я хочу сказать, это не только блогерство, да, вот в горном районе проект поддержали, а это ещё и как раз радио, школьное. И этот проект сейчас заинтересовал другие регионы Дальнего Востока. А вот зелёное дерево, вы сказали, это что? Агролаборатория. Агролаборатория, Рост называется вот этот проект, который уникален ещё чем, я хочу сказать, что он бы, наверное, не получил поддержку и не был бы реален, если бы не было партнёрства вокруг этого проекта. Хочу отметить, что было и софинансирование, то есть вложение средств в администрации Мегиноконгаласского района. Есть наставник у этого проекта, Людмила Валерьевна Николаева, член Совета при главе по благополучию и устойчивому развитию. Есть партнёры среди АГАТУ, мы партнёры этого проекта. И посмотрите, это и наука, это неравнодушные граждане, это органы власти, и экоферма. Это фирма, которая предоставила технологии выращивания в гидропонике зелёных растений. И всё это привело к чему? Когда мы были на открытии, дети говорили о том, что они хотят выбрать профессию, связанную с агро, с фермерством и медициной и так далее. И вот сегодня с руководителем проекта я разговаривала, она говорит о том, что дети стали хорошо сдавать биологию, выигрывать олимпиады и вообще обращать внимание на такое направление, как биология и химия. Вот до 7 ноября вы сказали, что могут подать те, кто нас сейчас смотрит и слушает. Это могут подавать директора школ, сами директора школ, которые хотят, чтобы в их школе был какой-то проект, например, как агропроект, или какой-то психологический центр, или медиа, или ещё что-то. Они разрабатывают это, пишут то, что мы вот так это видим, подают в ваш центр, и вы уже находите тех людей, кто это может организовать. Они подают заявку централизованно на портале фонда Тимченко. Всё это сейчас делается онлайн, но всегда возникают вопросы, потому что некоммерческий проект, он такой неформальный. И каждый грантооператор, как я говорю, он заказывает свою музыку. И мы ориентируем коллег, как это сделать верно, как прикрепить письма поддержки от партнёров. И мне ещё импонирует фонд Тимченко тем, что проекты, которые подают заявители, они опираются на голос ребёнка. Очень важно слушать и слышать то, что хотят наши дети, а не писать за них и, извините, ставить детскую площадку, которая, может быть, подросткам абсолютно и не нужна. И вот анкетирование, опросы, может быть, в игровой форме, очень важно на берегу ещё до проектирования провести с детьми. Поэтому осталось немного времени. Как раз у нас прямо сейчас идёт вебинар, но в записи мы его разместим на нашем портале в том числе. Пожалуйста, обращайтесь, обратите внимание, что эта история долгосрочная. Мы не можем создать среду возможностей за год. Нам как минимум нужно 2-3 года для того, чтобы обрасти партнёрами, технологиями и подойти системно к развитию детей. То есть сейчас заявка подана, а уже это всё будет выглядеть чем-то, да? 2-3 года на это нужно. Да, ну, чтобы это реализовать. Потому что от идеи до проекта проходит время, а от идеи до результатов... А дети-то растут, а интересы меняются. И очень здорово, я считаю, идеальным проектом тот проект, когда целевая группа, на которую направлены наши усилия, сами вовлекаются в проект. И когда наши дети становятся волонтёрами, участниками, потом вырастают наставниками, руководителями проекта, я считаю, это высший пилотаж проектирования. Об этом и нужно думать, да? О том, как наши дети вырастают, какие они выбирают профессии, как они самореализовываются в современной взрослой уже жизни и так далее. Вот это важный аспект. Где-то тогда даже, может быть, и не совсем этот тест, а какой-то взгляд вперёд, да? И, может быть, ориентировать даже на то, как думают взрослые, потому что дети, может, ещё этого и не знают. Ну, не может, они знают, они же не знают, что они будут хотеть через 3 года. Ольга, у нас короткие, остались 3 минуты. Вдруг я что-то не спросила, а вам важно сказать, пожалуйста. Я хочу сказать, что все, у кого есть идеи, все, у кого есть проекты, направленные на развитие наших детей, подростков, на поддержку людей в трудной жизненной ситуации, на решение порой сложных, актуальных, экологических проблем, обращайтесь к нам. Мы поможем создать некоммерческую организацию, мы поможем разработать проект, найти ресурсы, реализовать и сделать так, чтобы качество жизни в нашей республике стало выше. Вот человек сидит, например, да, и что-то придумывает, что было бы вот это и вот это вот хорошо. И вот просто с такой сырой идеей он может к вам прийти, и вы его не прогоните, не посмеётесь, вы просто рассмотрите эту идею вместе, какой бы она, может быть, не казалась сейчас странной. Конечно, этими отличаются общественно полезные проекты, возможно, от коммерческих, потому что речь идёт о благе и о мечте. А какой проект, на ваш взгляд, вот сегодня прям самым актуальным был и которого ещё нет? Не предлагают такой проект, но он как будто бы витает, может быть, в воздухе, или его не хватает? Может быть, это даже обратиться к старому нашему прошлому, который мы чуть-чуть забыли. Это экологическое воспитание, экологическая культура и просвещение. Мне кажется, это очень важная история. Ну и злободневная тема – это поддержка психологическая, психотерапевтическая людей, которые оказались по тем или иным причинам в кризисе. Да, сейчас это очень важно. И разные, чтобы были предложены формы работы для этих людей, и индивидуальные, и групповые, чтобы это было как-то связано с поддержкой. Да, я согласна, что это всё равно остаётся важным и главным. Ольга, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. Я надеюсь, что мы основное всё рассказали, то, что вы планировали. И для наших слушателей и зрителей я напомню, что если у вас какая-то есть интересная идея, то, пожалуйста, обращайтесь в Единый ресурсный центр, и вам помогут, вас поддержат. Спасибо за внимание. Всем хорошего вечера.